Доброе утро! На связи Екатерина Андреевна, это Сочи, Краснодарский край. Куда мы едем так рано? 9.30 вот с этим вот красавчиком. А красавчик, куда ты едешь? Он едет к папе. Мы едем встречать. А, это папа ты нарисовал? Покажи, пожалуйста. Быстрее покажи. Доделаешь? Ну что, долго там добавлять будешь? Ну? Отличный, красивый. Снег? Понятно. Ну да. Так. Я уже против этого персонажа. Деда Льва, деда Льва, деда Льва. Помоги. ЖД-бокзал встречать Дмитрия Александровича. Вот. Значит, что у нас по обстановке? 9.40 утра, 13,5 градусов, хорошо тепло, за окном зелено, небольшой затык в сторону Адлера. Ну, это ничего. Так. Быстро расскажу про историю. Надо было снять это, конечно. Ну, не знаю, если я в вертикальном таком виде сняла, а в горизонтальном нет. Ну, значит, поставила я вчера варить яйца. Значит, Макар, Макар, тишину слови, пожалуйста. Поставила варить яйца, забыла благополучно. Слышу, Макар орёт на весь дом. А, мама, мама, там взрывается всё. Я думаю, что взрывается? Я лежу спокойно, разговариваю по телефону с Димой. Прибегает там дымовуха на кухне просто. Все яйца взорвались просто, по всей кухне разнесло. До сих пор пахнет этим горелым. Это было ужасно. Как можно было забыть просто про это? Ну, это, знаете, когда последние дни перед нам годом ты просто пытаешься успеть всё, а не успеваешь ничего. И в такой самотохе, видимо, на автомате я забыла про них. Вообще даже не помнила. Вот. Сейчас мы приедем. Покажу вам, Дмитрий Александрович. Значит, что у нас сегодня на повестке дня? Встреча Дмитрия Александровича. Далее мы возвращаемся в 10.20 у нас у Макара. Это логопед. На бизнес на воду водит. От этого страдаешь, это своя обида только ты, котик. Вот. Собственно говоря, а далее отвезу всю семью домой. Вот. Ему будет отдыхать, наверное, потому что вряд ли он в поезде спал. Я так хочу сказать. И далее, значит, я хочу сходить в спортзал. У меня просто писание в понедельник, среда, пятница. Я хожу в спортзал. Чаще всего я это делала с утра, но сегодня исключение не получается, поэтому, наверное, в объекты. Думаю даже заснять вам небольшую тренировку. Может быть, там на ускоренном, либо, я не знаю, пару, парочку подходов. Покажу, собственно говоря. А буду освещать лайфстайл. Как это? Лайфстайл. Свою жизнь. Ну, пока так. Что там еще будет на сегодня, пока не знаю. Но буду снимать. С завтрашнего дня, скорее всего, уже в рабочем режиме. Пока только я с детьми была, поэтому взяла небольшие выходные дни были, потому что было очень много дел. В общем, что-то болтаю-болтаю. Ладно. Хочу напомнить вам, дорогие, уважаемые зрители нашего канала. Вы можете к нам обратиться по вопросу покупки недвижимости в городе Сочи по самым приятным, выгодным ценам. Это действительно так. Мы даем всегда самую низкую цену. Вот. Поэтому еще раз призываю подумать о том, что если вы действительно выбрали нас в качестве сопровождения агента по недвижимости в городе Сочи, то, пожалуйста, оставайтесь верны своему выбору. Не нужно бегать от агента к агенту. Вот. Все предложения, понимаете, вот у нас есть вся база абсолютная. Есть доступ к любому объекту. Поэтому если вас вдруг что-то заинтересовало, или у вас откуда-то поступила информация о том, что вот есть вот такой вот объект, еще что-то, вы просто не стесняясь напрямую, понимаете, честность, оно как бы всегда приятнее всего. Лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Поэтому вы напрямую говорите, что вот меня интересует это, давайте найдем вот это. Вот. И все. И мы сработаемся, и вам будет хорошо, и нам будет хорошо. Мы останемся в приятных взаимоотношениях на долгие-долгие годы. Вот так. Никто в салки, в догонялки играть, конечно же, не будет. Я считаю, что нужно уважать себя и, соответственно, окружающих. Поэтому так. Поэтому вы можете обратиться к нам по вопросу недвижимости в городе Сочи, и мы для вас подберем самый лучший вариант из возможных. И, естественно, по самой приятной и выгодной цене для вас. Далее вы можете к нам обратиться по вопросу продажи своей собственной недвижимости. Если она у вас имеется в городе Сочи, и вы хотите ее продать, то, соответственно, вы также можете к нам обратиться. Мы возьмем ее на эксклюзив и будем с огромным удовольствием продавать максимально. Со своей стороны мы приложим максимум. Мы продадим по адекватной цене и, соответственно, максимально короткий срок, если эта цена действительно адекватная, она в рынке. А далее вы можете к нам обратиться по вопросу строительства в городе Сочи. Строительством у нас занимается Дмитрий Александрович и Роман Николаевич. Собственно говоря, лучшие, лучшие просто, лучшие люди в городе Сочи. И, соответственно, с их багажом знаний и опытом они построят для вас качественный дом, монолитный, на сваях. Вот, собственно говоря, по самым лучшим низким ценам действительно мы держим самые выгодные и низкие цены в городе Сочи на строительство. Вот, и хочу заметить, что от этого не страдает качество, потому что строим мы на совесть и для нас важна репутация. Поэтому мы отдаемся и подходим к своему делу с огромной душой и со всем сердцем. Далее вы можете к нам обратиться по вопросам ремонта в городе Сочи. Вот, также держим мы самые низкие и лучшие цены в городе Сочи. Качество, прекрасные взаимоотношения, приятные цены. Это все про нас, это все с нами. Поэтому также обращайтесь. Сделаем ремонт в вашем доме, где угодно, в вашей студии, в коммерческой недвижимости, в частной недвижимости, в Сочи. Дома, квартиры. И, соответственно, последний момент, по которому вы можете к нам обратиться, это... Так, извините, я немножко прикладываю, приехал, не приехал. Это вы можете к нам обратиться для... Мы можем взять вашу недвижимость, если вы хотите на этом заработать, в управление. И, собственно говоря, все вопросы лягут на наши плечи, сильные и крепкие, и надежные. А вы будете отдыхать, заниматься... Ну, не то, что отдыхать, а заниматься своими делами повседневными, да, и ваша голова не будет болеть о том, что... Как там ваша коммерческая недвижимость в плане, да, сдачи. Кого раз заселить, зачем, что там нужно сделать, доделать, ничего. Все на нас. Продвижение рекламы. Так, прервалось у нас видео. Звонил мне Дмитрий Александрович. В общем, также, повторюсь, вы можете к нам обратиться по вопросу... ...недвижимости, да, то есть мы ее возьмем в управление к себе, да, и будем заниматься сдачей вашей недвижимости. Так, так, извиняюсь, прервемся с вами на рекламную паузу. Посмотрите, что за красавчик. Ну, что за красавчик это идет, а? Это мой, это мой красавчик. Как же я соскучилась. Хотя все говорят, психологи, что скуку нельзя говорить, скучаю. А плагеров в семье тоже много. Да, всем привет. Так, ну, пока Дмитрий Александрович там все ставит, мы, собственно говоря, продолжим. Заключаем с вами договор, расчетный счет, вы получаете туда денежки. Мы занимаемся всеми остальными вытекающими вопросами по недвижимости вашей. Вашей, для сдачи. Подрос? Подрос. Так. Так, ничего себе. Конечно. Конечно. Доброе утро. Вот, видишь, я пользуюсь твоим подарочком, стабилизатором, чувствую себя уже настоящим блогером. Я смотрю, у тебя эти дефолсы? Нет, это я просто сняла чехол. Чехол, да. Ну, как ты доехал? Рассказывай. Не спал, да? Представляете, человек никогда не спит в поездах, да? Не могу. Ужасно. Ну, признавайся. Что? Похрапал кто-нибудь? Сосед. А? Сосед? Конкретно? Блин, я бы уже не стерпела. Ну, не конкретно, но... Ну, периодически так. Периодически, да. Настойчиво. Здесь каждые 30 секунд. Ну, как ты? Расскажи, пожалуйста, впечатление. Мы скучали, мы так ждали тебя. Вообще, так долго. Поехали, у меня есть микрофон. Поехали. Ой, извините. Я еще, видите, не этот. Да, включите, пожалуйста, микрофон. Я еще не начинающий был бы. Мне еще столько опыта нужно перенять. Я надеюсь, он работает. Так будет проверить. Папа, наиси возьми. Сейчас, наиси. А что рассказать? Съездил в Таганрог. Все сделал, что хотел сделать. Вот. Хочу добраться, отдохнуть домой. Устал. Я тоже. Поехали домой. Так, ну, можно я тебя спрошу? Ну, это, наверное, как бы так не совсем уж привычно для мужчин. Хотя я считаю, что в 21 веке уже это норма, в принципе, ухаживать за собой. И даже странно, если за собой не ухаживать. Скажи, пожалуйста, я тебя записала на массаж. Как тебе? Расскажи. Я записала Дмитрия Александровича, классному специалисту в Таганроге, на массаж лица. Ты что разошлась-то не помнила? Ну, давай, ну быстренько. Пару слов. Что ты делала? Она застала меня побриться, я побрился. Собственно говоря, вы впервые наблюдаете этот процесс. Вот, я побрился. Вы знаешь, что вообще теперь эти такого яйца, это кошмар. Ну, в смысле, это не кошмар, это... То есть, с бородой еще, как бы, какие-то отличия были, то сейчас вообще... Я побрился, и она мне делала массаж, потом делала РФ-очку, такая процедура, и микротоки. Микротоки ужасно. Ужасно? Будоражит. Будоражит? Да. А РФ-очку нормально. Двигает, это когда там мышцы, да, так и сами по себе. Да, да, да. Тяжело. Знаешь, я все-таки не могу понять, вот я хочу тебя еще отправить с его косметологов здесь вот так же, чтобы ты попробовал. Но это разные вещи. По карточкам есть здесь? Нет, без карточек вроде бы я ничего не брала. Вот, хочу попробовать, я все-таки, походу, не делала микротоки, то есть, они какие-то другие здесь. Потому что то, что ты говоришь, у меня там так не дергается. Ну, в общем, ладно. Ты устал, да? Ну, хорошо. Ну, все, не будем тревожить Александровича. Мама, мы поехали домой. Отвезем, да, отвезем его домой. Но прежде завезем Макара на занятия, и я потом сразу повезу свою любимую отдыхать домой. Так, ну что, вот мы, значит, приехали в Хосту, отвели Макара на коллагопеду. Пока ждем. У нас здесь вот в Хосте такая палаточка прям возле речки, возле моста. Решили попить гранатовый сок, свежевыжатый. Шикарно. Сейчас я вам речечку покажу. Вот так это со стороны выглядит. Все красивенько. Так круглый год работает. Люди сидят. Здесь фонарики вот эти, вон, видите, все светится. Кузнятина. А вот и речечка наша. Красивейшая. Мостик. Видите, да? Видите, да? Красота. Страшная сила. Ой. Очень вкусно. Стройка тут у нас. Все, всем пока. Всем пока. Нажми на кнопку. Я закончу. Так, ну что, продолжение нашего будня. Замолчи. Я сказал замолчи. Ничего себе, как мы встретились. Иван, Иван, пожалуйста, собственные персоны. Я скажу замолчи. Ну все, сейчас этот сам молчи. Мне пацаны говорят, молчи. Там понятно, да? Все подписано, да, если что, пусть позвоните. Все, хорошо, спасибо. Все, давай, пока. Встретились мы тут. Вот видите, по документам. Короче, приехали мы. Приехали мы на гимнастику. Поднимайтесь. Приезла вот на гимнастику детей. Поднимайся. Приехали на гимнастику. Сейчас их сдам. В это время сама пойду в зал. Сниму вам что-нибудь. Как я занимаюсь. Потом этих заберу и опять на массаж. Вот так вот. И в параллель еще какие-то дела решаем, работаем. Так, давай. Быстрее. Здрасте. Быстрее. Где я потерялся? Маленький малыш. Давай, быстрее, пацаны. Переодевайтесь. Быстрее переодевайтесь. Марк, на, возьми ему вещи. Я покажу, показал. Вот здесь мы, собственно говоря, занимаемся гимнастикой. Да, замолчи. О, сколько девочек, девочек, сколько много. Здесь. Обязательно, привет. Да, мам. Привет. Все, вот здесь мы занимаемся. Мои постоянно стерят. Замолчи. Ладно, сейчас быстро покажу вам, что они тут делают. Так, Марк, покажи. Здравствуйте. Привела тоже своей. О, ничего себе, достижения, сын. Вообще, просто звезда. Макар, а ты что? Макар научился плакать. Здрасте, Макар, пять лет. Сынок, ты не переживай, тебя всему научат, не переживай. Да, а ты занимаешься тоже? Короче, Марк, сделай еще что-нибудь в России. А ты вот так же тоже умеешь покажешь? Смотри, стеночки умеешь вот так, девочка, смотри. Смотри, покажешь? Покажешь, смотри, вот так ты же умеешь. Можешь показать? Сделай, я это сниму. Я зрители нашего канала, сынок. Давай, давайте, показывай. Быстрее, будете звездами. На ютубе, давайте, все. О, давай, давай, это тоже. О, еще давайте. Вау. Ну-ка. Ничего себе. Вот это молодцы. Акробатки. Да, гимнастки. Вау, Макар. Все. Класс. Вот это вы красотки. Ничего себе. Макар. Звезды. Все, отлично. Теперь вы будете звездами ютуба. Отлично, проходи. Красота. Так, ну что, что-то мы говорим. Пришла я в зал, переоделась. Пойдем треничь. Та-дам. Та-дам. О, активность сегодня. Молодежь у нас потренируется. Ой, я где-то забыл. Ключик забыла. Забыл ключик. Пойдем вернемся. Так, ну в таком зале мы тренируемся, и сегодня что-то многовато людей, конечно. Но ничего, у нас есть только 50 минут, чтобы потремить активно. Что-нибудь засниму сейчас для вас. Так, сегодня у нас присед, выпады, наклоны, и вроде все. Будем делать. Можете отнимать мою форму, если это видно. Посмотрите, просто мой стабилизатор в шоке просто от такой красоты, и он даже потерялся, дезориентировался в пространстве. Я сейчас на наборе. Что конкретно мне не хватает в моей фигуре? Я бы хотела чуток поработать над филейной частью. Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 Красота, да и только. Ну все, поехали. Так, сейчас мне прекрасно девушка сделает. Протеин? Ну не надо. Все, я не переживаю. Боитесь, да, что вас поклонники потом одолеют? Я просто понимаю. Нет, без укладки. А? Без укладки. Без укладки? Если бы вы видели, какие есть видео в интернете со мной, там не то, что укладки, там... Ну ничего. Так, в общем, сейчас мы протеинчиком бахнем и за ребятами, потому что ужинать я буду не скоро, а позавтра посудим первый раз в 4 часа вечера. Вот что-что. В регулярности тренировок у меня нет проблем с посещением, а вот что касаемо питания, мне прям очень тяжко есть регулярно и набирать массу. Очень сложно. Вот. Но я стараюсь. Стараюсь как могу. Особенно, знаете, когда активный рабочий день, вот, с утра до вечера, то это вообще сложно, на самом деле. Поесть. Даже с собой брать. С собой берешь, все равно не всегда успеваешь поесть, потом по холодную еду ешь. Тоже не очень, наверное, полезно. О, жарко. А вы уже там выключили кондиционер, да? Кондиционер там выключили, потому что там уже такая жара, я уже как будто в бане была. Здрасте. В общем, все. До новых встреч. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова